С начала текущего года в регионе зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Летальных исходов не зафиксировано. Заболевание переносится пациентами в легкой форме. Также специалисты отмечают отсутствие роста госпитализации с ОРВИ и вирусными пневмониями. По последним данным, в Казахстане в 100% случаев циркулируют различные варианты штамма омикрон. Вакцинация проводится бесплатно. В этом году в области планируют привить порядка 60 тысяч человек. Для предупреждения о заболевании гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией рекомендуют следующие меры профилактики. Это регулярно проветривать помещение, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью, а также при появлении симптомов у детей не посещать дошкольные организации и учебные заведения. В сентябре стартует вакцинация против вируса папилломы. Основным контингентом для массовой вакцинации являются девочки в возрасте 11 лет. На первом этапе планируется привить 3600 девочек. В Казахстане рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы по статистике онкологических заболеваний среди женщин. Ежедневно регистрируются пять новых случаев. Две женщины ежедневно умирают от данного заболевания. Вот почему онкологи всего мира призывают к вакцинации против вируса папилломы человека, который в последующем вызывает рак. Заболевания, вызванные вирусом папилломы, относятся к болезням с латентным началом, хроническим персистирующим чечением и проявляются доброкачественными и злокачественными новообразованиями в зоне входных ворот. Руководитель управления здравоохранения Каныш Бижанов рассказал о том, какие профилактические меры принимаются для сокращения количества заболеваний в регионе. Для вакцинации против гриппа закуплено 60 тысяч доз вакцины Гриппол+. Его доставляют в больницы и поликлиники. Также проводится иммунизация против вируса папилломы человека, ОРВИ и оспы обезьян. Ситуация в североказахстанской области находится на постоянном контроле. 14 августа 2024 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. С момента первой регистрации вспышки в мае 2022 года в мире зарегистрировано 99 тысяч случаев заболевания, в том числе 189 летальных. Инкубационный период болезни составляет 2-3 недели. Врачи рекомендуют воздержаться от дальних поездок в зарубежные страны и при обнаружении симптомов незамедлительно обращаться к врачу. Валерия Сева, Шерния Асаманов, МТРК